Большой каньон. Он же Гранд Каньон, одна из самых популярных природных достопримечательностей США. Ее и посещают более 5 миллионов человек в год. Благодаря такой известности, не осталось практически ничего, чего бы мы не знали про него. В этом выпуске мы расскажем малоизвестные факты, об этой великой достопримечательности. На территории Гранд Каньона, у притоков реки Каварадо до сих пор проживает племя североамериканских индейцев Хавасупай. Добраться сюда можно на вертолете или пешими тропами, петляющими вдоль стен каньона. Возможно, многих это разочарует, но Гранд Каньон, не самый большой каньон в мире. По размерам он занимает второе место и уступает длиной и глубиной каньону Цангпа в Тибетии. В донных породах никогда не было обнаружено останков динозавров. А все потому, что породы гораздо старше, около двух тысяч миллионов лет. Из окаменелости здесь находят лишь корабль. Сам же каньон начал формироваться 5-6 миллионов лет назад. Археологические находки позволяют утверждать, что первые человеческие поселения на территории в окрестностях Большого Каньона появились уже 3000 лет назад. С тех пор местные ландшафты практически не изменились. Каньон был обнаружен в 1540 году, испанской экспедиции Франциско Воскезо де Коронадо. Испанцы дошли до каньона в поисках индейских богатств. Чтобы объехать каньон на машине, нужно около пяти часов. Расстояние от южного до северного края напрямую составляет всего 15 километров. Но чтобы попасть из одного края на другой, на машине, придется объезжать каньон полностью. Длина пути составит 350 километров и около пяти часов.